Тонкая лента, короткий отрезок десантной стропы, но жесткое правило четко гласит, даже на учебном маршруте неверный шаг означает падение на дно пропасти. Этот вид спорта изначально придумали военные, рассказывает Илья Можайко, один из основателей движения стропоходцев в Улан-Удэ. И нельзя его путать с хождением по канату, ведь канатоходец в абсолютной зависимости от канатной тропы. Мы же можем регулировать движение. Лента позволяет опираться на центр тяжести тела. Если ты падаешь, то ты уже тренируешь свой страх. И координация вообще сильно тренируется. То есть ты не хочешь упасть, потому что ты знаешь, что у тебя метров 5-10, может быть, под тобой пропасти. В этом виде спорта три основных дисциплины. Это хождение по стропе между деревьев, а также над водой и над пропастью. Опытные мастера способны пройти до сотни метров без страховки на любой высоте, отмечает Илья. Спорт стропоходцев в Улан-Удэ лишь зарождается, но уже через полгода таких занятий новичок меняется на глазах. Исключительно в лучшую сторону. Больше всего меня привлекает здесь общение с коллективом, с нашим дружным. И как бы само занятие этим на воздухе, на природе хорошо помогает расслабиться. Идеальный результат для стропоходца – это когда ты перестаешь думать о маршруте, говорит Максим Лазарев. Все равно, что пьешь горячий кофе и читаешь газету. Потому в нашем клубе в основном люди подготовленные. Максим – парашютист, Илья – велогонщик. Но и простому обывателю хождение по стропе вполне по зубам. Главное – сделать первый шаг и удержаться. Болот Шеребазаров, Алексей Ткачев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова